Доброе утро коллеги! Представляю доклад свой фрагментации анализ высокоскоростной теневой съемки ламерного туалетного перехода в канале ударно-волового стенда. Собственно актуальность изучения ламерного туалетного перехода безусловно важно как фундаментальных исследованиях так и практических приложениях для многих объектов переходящих определенной скорости необходимо учитывать турбулентность необходимо учитывать в погранслоях в первую очередь для учета тепловых свойств для учета обтекаемых свойств вот ну соответственно немного классики значит при переходе течения через критические значения числа ринольдс подобие потока возможно возникновение нескольких структур возможно возникновение волн туалетного шлифтинга возможно развитие продольных вихревых образований в общем о которых я буду говорить ну и соответственно следующие неустойчивости которые с увеличением числа ринольдс в итоге перетекают в полную турбулентизацию протекающего потока то есть турбулентность может быть ламерный переход может быть разбит на определенный спектр фаз можно сказать вот конкретно в нашей работе на нашей установке в прошлом году мы получали от канала термографические кадры в которых было виден пик интенсивности теплопередачи в канал трубы зависящий от положения снимаемой области опроса объяснение этому могло присоединить очень из многих параметров но мы заключили так или иначе что образуется зависимость ламм трубулентного перехода от по длине канала что необходимо учитывать так как любые даже очень упрощенные одномерные расчеты теплопроводности в канале по результатам течения в нем ударно-волновой структуры требуют даже требуется следовательным знаком требует учета воздействия пограничных слоев и соответственно на турбулентного перехода потому что существует неожиданный неопределенный пик теплопроводности классическая картинка числа спонтона от ринольдса когда где формируется кризис теплопроводности и он растет список в переходном процессе ламм трюлентом перехода то есть максимум максимальной теплоотдача поток попадает в трензин зонд в общем переходный процесс то есть не в турбулентности не в ламинарном переходе понятно почему а именно в переходном процессе вот целью моей работы была фрагментация изучения эволюции пульсации пограничного слоя в течение газа за фронтом плоской ударной волны на временном интервале от 0 до 10 миллисекунд в итоге получилось поменьше для различных чисел маха получилось в общем-то уже для пока что одного числа маха ну и как раз таки вот те фазы течения которых я говорил первостепенно вот перед волной существует область невозмущенного успокоящегося газа здесь скорость газа равна нулю давление давление обычного газа потом проходящая ударная волна по нему это нелийное возмещение второго рода и за ним спутное течение ударно-волновое течение горячая пробка за ним контактная поверхность ну и очень остальные фазы течения вот и каким уже сказал помимо восстановления волны шлейфа могут возникать поперечные продольные вихревые структуры чтобы было немножко понятно это такие вот длинные трубочки вихревые такие вортексные можно сказать вот которые возникают на каких-то неоднородностях самого течения на пылиночках могут возникать просто ложится по гран слоях на стекло на стенке канала вот и самое в течение времени они немного удлиняются они немного перемещаются их сносит поток и вот на как раз таки на этих структурах либо же на волнах шлифтинга возникает первичная турбулентность из которой она развивается в булле развернут турбулентность и потом поток полностью турбулизируется хотя вот это уже на самом деле это здесь визуализировано холодное течение за контактной поверхностью которая разделяется на толкающие и увлени quicker установка представляла из себя классическую на диафрагментную ударную трубу с камерами высокого давления низкого давления разделенными вот тут тонкой полимерной fair break рай и при определенном давлении перепаде давления между данными каналами тоесть из камеры низкого давления откачивалась почти до форма а в кан투 высокого давления накачивалась там по атмосфере 50 вот и при достижении mereka давлением полимерная диафрагма разрывалась и в канале на расстоянии примерно 20-15 калибров установки, формировалась плоская ударная волна, то есть плоский фронт ударной волны, вот, и, соответственно, это вот здесь он детектировался датчиками, измерялась скорость его, и также в канал был введен определенная, мы называем, рабочая камера с окнами прозрачными в инфракрасном оптическом спектрах, вот, и создавалась оптическая схема с лазером 530 манометров, насколько я помню, вот, то есть в канале формировался плоский лазерный лист, и устанавливалась ccd-камера, патрон для теневой съемки, высокоскорная камера, в общем реализовалась схема для теневой съемки, вот, теневой метод, достаточно классический метод, рефракционный метод, такой как BOSS, как Schlieren метод, как методы с ножом, вот, ну, соответственно, используется во многих применениях, вот, чтобы было понятно применение, например, когда источником света является, в данном случае, солнце, то есть это самолет, он летит между камерой и самолетом, он там сзади солнца, вот, и, соответственно, на солнце визуализируются вот такие вот, в течение солнца помогают визуализировать с помощью этого метода неоднородности потока, ну, соответственно, вот, сами ударные волны, они вот, они перед, встают перед носом и на хвосте летящего со звездовой скоростью в потоке объекта, ну, в случае самолета. Вот, описание моих данных, значит, вообще всего существует определенный банк данных у нас в лаборатории, я взял из них конкретно 9 видео, в которых до миллиона кадров, это одноканальный кадр, 244 на 144 пикселя, вот, времена этих кадров, если переводить время, это, в общем, все этот миллион кадров где-то 1-2 миллисекунды, ну, до 10, и съемка камеры проводилась до 400, ну, почти до полумиллиона кадров в секунду. Опять же, в канале могут быть установлены различные препятствия для, там, убедения дифракционных этапов, дифракционных процессов, ну, и вот те процессы, которые мы наблюдали в чистом канале, это, соответственно, прохождение ударной волны, это формирование продольных вихрей, турболизация, ну, и пролет уже неких, на самом деле, кусочек диафрагмы. Вот, ну, и, соответственно, первая часть моей работы, это разметка данных, потому что, ну, в общем, чем и, в общем, занимаются наши студенты, при получении теневых съемок они размечают эти данные вручную, естественно, они показывают, где этап прохождения, где этап начала турболизации, где этап полутурболизации, где прохождение уже течения в контактной поверхности, холодного течения, вот, ну, и, соответственно, была попытка это автоматизировать, разметить классическими методами компьютера вижена, вот, для этого использовался фильтр Собеля и по средней интенсивности кадра была надежда получить, в общем, какую-то разметку, вот, как я уже говорил на прошлом воркшопе, в лоб не получалось, приходилось применять определенные фильтра, histogram acquisition, sharp masking, также делать crop, gun transform и в итоге, к итоговой применять классический фильтр Собеля, ну, и вот это уже подавать на среднюю интенсивность, вот, и в итоге мы получали вот такие картинки для обрезанных тысячи кадров первой стадии потока, вот, где, в общем-то, к чему применялась потом скользящая средняя с определенными параметрами, и в итоге было потом уже эмпирически замечено, что вот этот первый печок до смены производной, он почему-то, не знаю, не могу объяснить почему, он как раз таки характеризует начало и конец процесса формирования и окончания формирования, в общем-то, тромалитных переходов, то есть именно вот этот печок, и есть интересующие в данном случае тромалитные вихри, вот, ну, соответственно, то бишь, ремеслами вот таким образом я получил разметку, разметил данные, вот, фрагментация теперь была применена архитектуратору энкодера, отверточной сети, когда, в общем-то, то же самое, хотелось получить все то же самое, но уже с готовой разметкой, вот, значит, я подавал, в первом приближении подавал, опять же, сырые теневые кадры на фрагмент-кодер и надеялся получить восстановление и взять в срез латынных представлений и их отмапить и получить какое-то разбиение на, соответственно, стадии течения. Вот, опять же, подав сырые данные, ничего не получилось, пришлось, опять же, применять кроп, применять список уже обозначенных фильтров и подавать их, фильтр Собеля, в автоэнкодер. Вот, в процессе я применял различные Собели, это был Собель классический, из библиотеки Skin Image, потом была найдена какая-то статья китайского происхождения про улучшенного Собеля, в котором учитывается 45-35, то есть диагональные, диагональные компоненты учитываются, вот. Ну, соответственно, вот он, как будто улучшения видны, глобально там не очень сильно улучшается все. Вот, ну и также еще плюс к этому применялся алгоритм Жангус Суэна, утоньшение, бинаризация, скелетизация, в общем, кто как называет, вот, для того, чтобы утоньшить, уменьшить вот эти, собственно, границы в Собеле. Вот, но из-за того, что значительно повышалась, значительная нагрузка при применении этого алгоритма, быть может, я использовал не самотензированный, в общем, было решение остаться на просто улучшенном Собеле, который учитывает диагональные элементы. Ну, собственно, к итогам. А, ну, я, наверное, не уточнил здесь, что вообще наличилось 9 фильмов, разбивались они на трейн и на валидацию 8 к 1, на 8 он учился, использовалась loss structure similarity, функция, в общем, в прошлый раз рассказывали про него, уже не на суть. И, более того, я подавал из набора, из видео 3 миллиона кадров, я подавал всего 35 уже предразмеченных кадров, плюс там, плюс-минус 15 кадров от разметки, из первого случая, из эмпирического вывода, потому что иначе Avtengoder совершенно ничего не учил, ничего не получал, и невозможно было, ну, в общем, он и так меня, собственно, восстанавливал. Вот, вот это на представление было размерностью 100, и вот при подаче реального кадра, то есть прохождение, в данном случае, прохождение ударной волны по каналу, восстановление, тут, наверное, плоховато видно, но, в общем, восстанавливалось чуть-чуть приличнее, чем вот сейчас представлено, в какой-то итерации Avtengoder восстанавливалось приличнее, но я, естественно, потерял эту итерацию. Вот, и, в общем-то, в целом восстанавливается такая большая смесь, и в итоге это методами главных компонент я отмапил до двухмерного представления, и на удивление даже получилось создать фрагментацию, то есть выражается яркая, пустая картинка, выражается, соответственно, SVP, это Shockwave Propagation, это прохождение в канале ударной волны, это некоторый переходный процесс, когда на косых скачках начинают возникать, то есть, как раз в неоднородностях в течение, начинают возникать турбулентные структуры, рифривые, вот, ну, и вот, как раз таки турбулентные структуры, это, я называл это Turbulent Stripes, вот они, собственно, существуют, и потом резко скатываются, то есть последний кадр из турбулентных скачков, это вот этот самый верхний, и потом резко идет скат турбулентность, в общем, это было сравнено с первичной разметкой, все именно так, однако, когда мы начали это аппроксимировать, то есть это тестовый набор, если аппроксимировать на все данные, начинает возникать каша, то есть он как бы центрально все насовывает, но не разделяет, в общем, пока не знаю, что с ним делать, но я думаю, как-то это можно свести, то есть глобально, эпистемиологически, есть возможность разделить турбулентные теневые съемки на структуру течения, ну, пока что-то не хватает, откровенно говоря, вот, ну, еще хочется сказать, что, еще хочется сказать, что, насколько я понимаю, невозможность приличного восстановления автоэнкодером данных теневой съемки с фильтром Собеля в первую очередь, конечно, возможно, каким-то образом сказано архитектурой, может быть, не совсем правильно выбранными лосс-функциями, мне понравилась идея про то, что можно как-то сложить и как-то среднее что-то высчитать из них, но в то же время нужно понимать, что турбулентность – это весьма хаотичная, весьма неоднородная структура, которая не обладает никакими центрами, не обладает центрами структурной подобности, то есть каждый новый кадр – это каждый новый кадр, там в среднем нет ничего похожего между ними, вот, то есть если вот эти структуры, они еще более или менее между собой похожи, и если вот эти вот скачки, но они, опять же, они возникают каждый раз в разных местах, им характерны многие погрешности, взятые из до этого кадра, то есть существует большая зависимость от формирования скачка, существует большая зависимость от того, как раскрылась диафрагма, как пошло течение, как сформировалась волна, вот, и каждый новый кадр из каждого нового фильма, турбулентный ли, либо в котором представлены эти вихревые потоки структурированные, они не одинаковые, сильно не одинаковые, поэтому пока сильно восстанавливать не получается. Все. Я правильно понимаю, что у вас есть классическая моделька, которая построена на фильтре Сорбилет, с помощью которой вы размечали, и вы пытались с помощью автоэнкодера это результат повторения. Да, да, да. Он-то вообще повторился, то есть он-то как бы все повторилось, и можно там применять какие-то алгоритмы кластеризации, вот, но только почему-то на тестовом наборе это работает, а на всем наборе почему-то не работает. Нет реклёрнг, не пытались использовать? Еще раз. Нет реклёрнг потребления? Нет. Можно попробовать, но главный вопрос, который возникает, а зачем, если есть классическая IP, которая переживает? Ну, вы сказали, что вы мне не поставите оценку, если... Ну, на самом деле, потому что... потому что вот тут очень много магических чисел, потому что я лично пересмотрел еще раз все эти съемки, и лично я подобрал такие числа, чтобы оно как бы вот так и работало. То есть, и так как в каждый новый день съемки это всегда какие-то новые условия, включили отопление, не знаю, стало прохладно, или что-то еще, это все сильно влияет на течение турпулентности, что поделать. Вот, соответственно, каждый раз нужно подбирать, да, оно решает, но каждый раз нужно подбирать магические числа, при этом пересмотрев еще раз для этого эти кадры. То есть, как будто можно было, в принципе, оставить этот студент, пусть он сам это сделает. И только так получается, что я и так пересмотрю кадры и еще подберу, то есть я потрачу больше времени. А в Тинкодер, естественно, ему не требуются никакие вот эти магические числа, он сам как-то собой живет, сам себя обучает. Вот. Ну, почему-то не обучали просто модель, которая декоративная числа. Чего-чего? Ну, у вас есть практически не числа. Ну, да, ну, да, можно так, да. Окей, я понял. Антон? Ну, у меня вопрос, какой-то примерно такой, как у коллег, то есть, со слова «зачем» начинается. То есть, вам нужно предсказать, когда вот на этом графике произойдет пик и какой-то интервал после него, да, вот этот вот. В момент там, луминарно-турбулетно, перехода. Да, да, да. очевидно, что данные не связаны, в какой-то временной ряд измерений, да, и для этого есть модели, которые с временными рядами работают. Почему вы решили с помощью автоинкоза это делать? Ну, ладно, еще свертку можно было приметать, но почему покадрово это можно делать? Почему это нужно делать покадрово? Очевидно, есть зависимость, да, с данными, которые были до, они связаны между собой, или как бы, пик начинается, вот это. Логично было, поанализировать просто часть этого сразу временного ряда, а не по одному кадру. Что-то, может, в конце я не понял, но, по-моему, что-то принятное. Вы берете один катер, засунуете, отправляете его у вас автоинкоза, получаете латентное представление и по нему предсказываете, относится он к ломинантным, турбулентным переходам или не относится? Ну, ну, да, ну, условно, на самом деле. Почему бы не подать весь временной ряд в модель, чтобы она выдавала для каждого следующего кадра вероятность того, что она относится или не относится? Она бы использовала предыдущую предыдущую, все-таки. Я так понимаю, что не буду разметать. Ну, вот как бы, я как будто бы создал эту разметку. Я потом сравнил. Это как бы отдельная работа. Вот я получил разметку, просто я получил там условно, массивчик, где вот, для включения вообще не использовал. я просто потом сравнил вот попали или не попали где-кде-куда, кто где. местное место, где она. Да. То есть, хотелось сделать все вообще не использую разметку полностью, да? Ну, как будто бы да, как будто просто стрельнул, забыл. Ну, я понял. просто мне кажется, потеря вот этой информации о том, что кадры будут последованы, она не существенная. Ну, как будто бы да, как будто бы на самом деле это весомое замечание, потому что вихревые структуры, так сами по себе, они динамичны, они развиваются, он не статичен. Вот, например, вот конкретный, не знаю, вот этот вихрек, вихрек, он в течение там нескольких кадров, он будет чуть-чуть уширяться, и он будет расти. И вот как раз таки динамика этого вихря, она и определяет формирование в этом, в этой области течения, она определяет формирование трубленности. Ну, конечно, нужно понять, что да, мы работаем по гранд-слое, это по гранд-слое, это гранд-слое, это рулёк на стекло, и в ядре потока еще все хуже с точки зрения каких-то расчетов, потому что ну, на весь токс не решается, все плохо, вот, поэтому нам нужно применять определенный метод спарта-лмарта и всего такого, вот. Но когда, да, я подаю конкретный отдельный кадр, конечно, я теряю информацию о там следующем, предыдущем его. Возможно, возможно, это подход, который может дать. Да? Существует Александр. в ту же степь. Возможно, вам будет интересная работа вашего коллеги, сотрудника Семеничина Тимофея Александровича. Он чем-то похожую в его задачу нашел, делал инконы на любом бейдинге, бейдинг подавал в АРНР. Там была задача находить артефакты на изображении, собственно, избирать человеческих бесконечных часов размеров. Если нам скажу на нашем сайте МНТ, и может поможем по поводу разметки гимнатических чисел алгоритм от дворцов поверящего. Я читал, читал, но не применил. Честно говоря. Руки не дошли, но я посмотрел работу после нас. А где-то правда еще с архитектурой кодами используются. Я не очень там мудрил, это архитектура просто с семинаров наших. не просто очень странно, что вам пришлось еще 100 билет добавлять. Казалось бы, архитектура была улучшена. Да нет, вот эта картинка она уже улучшена. Глобально то, что мы подаем, если посмотреть чисто на данные, там вот здесь в черном 0, где-то в сереньком 0,5, вот на этой структуре 0,5 и 1. То есть чисто по данным, даже если их отформировать, там разница не очень большая. И там просто он выучивает в итоге просто серую картинку подает, потому что в среднем он не ошибается. Он подает серую картинку 0,5 и глобально по функциям он, ну да, нормально. Сейчас, я сейчас не понял. Почему? без стойбиля учится хуже, чем не контрастные, они практически серые. Сами картинки практически серые. сразу первый стоит сервичный картинкодер, он может просто выучить те, 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 скорее всего есть большая вероятность того, что не так включили как позвоночник, что не смогла выучить такую простую вещь. Может быть, надо просто вещь опять же не знаю, потому что еще раз все картинки совершенно различны. У меня набор из 10 миллионов кадров, каждая из картинок другая, то есть там нет одинаковых. Это не как четверки, которые написаны кто-то правее, кто-то левее, но нет, центрованные. они все разные. Да-да, я понимаю. Может быть, хотя бы научиться повториться, чтобы на первом слое он повторился при вашем обучении. Это в смысле внутри энкодера? Да, это уже будет некоторый сигнал о том, что вы научитесь на разной части. Возможно, да, здесь похож на инфекцию. Возможно, я не очень знаю, как это сделать, но можно попробовать. топорное это просто куча слоев взять два. Ага. Возможно, да. Да пусть, тем, ну, да. Еще есть одна минута. Да. Простой вопрос. А вот можно картинку с потоком? Партинка с потоком? Сейчас, сейчас, сейчас. Глядя на эту картинку глазами, вы по одной картинке можете понять, какая это часть процесса? Ну, Вчера сразу смотрите и может, да, то есть она однозначно себя задержит какой-то паттерн того, который сеть в просмотке. Ну, потому что я посмотрел их уже, наверное, не одну тысячу, я могу сказать легко, где кто. Но глобально это непростой вопрос, наверное, с человеком, который не видно. Сейчас я покажу вот тут. То есть есть какие-то характерные структуры газодинамические, которые подсказывают. Ну, вот очевидно. Вот тут, так как это косые скачки, даже если не видеть вот эти структуры, так как это косые скачки, можно суверностью сказать, что на течение либо сверхзвуковое, либо транзвуковое, на дозвуковом течении скачков не быть не может просто. Это дифракционный процесс. Вам же важно специфицировать вот эти кадры рядом с границами, которые вы обозначили. Да. Красным или зелёным. А вот вблизи границ мы тоже так хорошо может это отличить? То есть, если мы ставим такую задачу для модели, то вопрос, вообще, есть ли эта информация? Ну, вообще, слева, на левой границе, да, на правой границе сложно, уже сложнее. То есть, посмотрев на это, не доска, типа, это кадр десят, ну, ладно, кадр сотый или кадр миллионный. Очень сложно сказать. Невозможно сказать, на самом деле. Ну, получается, что мы хотим авторикодом поставить ровно это нам? Ну, как будто бы сам по себе, сейчас, пресс-перехода, я не нарисовал, да? Ну, вот, сам пресс-перехода визуально, если чисто для структурных этих вихеров, вихряков, можно достаточно точно определить, потому что виден, ну, тут ничего не видно, конечно, виден переход, то есть, в динамике, в динамике видно. Ну да, я сейчас, я сейчас, я сейчас понимаю. А мы выкинули динамику, мы потом кому-то пытаемся. Да, я понял, да, осмысленно. Что-то, потеря такая, критическая. Да, я понял. фрегмия и стекумал. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТОМА